Музыка Старики страдают от недостатка общения. Место, где они могут пообщаться, где они могут поговорить, зачастую становятся поликлиники. Они любят ходить сюда, сдавать анализы, общаться. За этим тщательно следят мошенники. И потом, после выхода с больницы, начинается развод. А вот какой, об этом мы расскажем сегодня. Основными жертвами мошенников в наше время становятся пенсионеры. Ведь их легче всего убедить в том, что им жизненно необходимы эти окна, двери и прочее за 60 тысяч рублей. Или лекарства, как в нашем случае. Родственницу Людмилы Гурьяновой пытались развести на 150 тысяч рублей. Ей на той неделе в среду позвонили в 10 часов утра по домашнему телефону из поликлиники. Мы представились работникам поликлиники, по имени и отчеству обратились. Спросили, вы сдавали недавно кровь? Она говорит, сдавала. Когда? Вот тогда. Ну вот мы ваш анализ отослали в областную больницу. У вас очень неблагоприятный анализ. И вот, если хотите, мы вам дадим право поговорить с главным врачом. Главврачом областной больницы, по легенде жуликов, явился мужчина. Он сказал, что у 80-летней иммунное заболевание. Однако оно заразное. Поэтому родственников лучше пока не посвящать. Лекарства есть, но квоты на Ульяновск, квоты нет. Поэтому есть возможность купить это лекарство. Мы вас сейчас переключим на Санкт-Петербург. Переключили, назвали там регалия профессора. Тут тоже стал с ней разговаривать очень активно. То есть зомбирование произошло буквально за 15-20 минут. Причем такое сильное, что человек уже со слезами в голосе стал просить прислать ей лекарства. Лекарства женщине пообещали, при условии, что она до 14.00 переведет 150 тысяч на счет, который ей продиктовали. Началась паника. Она позвонила моему мужу срочно. Говорит, пускай бежит Люда за деньгами в Сбербанк. Принесет мне 150 тысяч. Иначе тот ее начал уговаривать, что это развод. Нет, вы ничего не понимаете. Я скоро умру. Меня поместят в специальную клинику. Сказали в хоспис. Брату женщины удалось убедить пациентку мошенников перед отправкой денег поехать в поликлинику, где она сдавала анализы. Там все врачи в один голос заявили, что ее анализы хорошие. И никакого заболевания у нее нет. Когда врач объяснил, пришла домой и опять же, потом по новой одна пошла, без него уже, выставила очередь к своему участковому. И та ее убедила, что у вас, во-первых, анализы нормальные, хорошие. Во-вторых, ну, такого просто не может быть со стороны врачей, по телефону. Уважаемые граждане Ульянской и Ульяновской области, наши специалисты никогда не сообщают пациентам о диагнозах, о результатах анализов по телефону. Сотрудники областной больницы не будут звонить пациентам, сообщать о необходимости госпитализации, тем более, если данный пациент к нам не обращался. Особенно никогда мы не будем навязывать вам лечение, в том числе дорогостоящие, и покупку каких-то лекарственных препаратов. На этот раз мошенники ничего не получили. Тем не менее, от подобных ситуаций не застрахован никто. Я хочу сказать, чтобы люди, которые окружали пожилых людей, будьте внимательны к своим старикам, потому что их обманывают, ну, просто вот, за каких-то 15-20 минут. Остерегайтесь мошенничества, не давайте обмануть себя и своих близких. Улправда ТВ обладает информацией о номерах телефонов мошенников и расчетном счете, на который предлагалось переводить деньги. Мы готовы передать их правоохранительным органам. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова